Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, как всегда. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодняшний рецепт я снимаю для средненедельного выпуска Кулинарной Пропаганды. А значит, у нас время коротких рецептов. Меня несколько раз просили показать лазанью. Действительно, чего бы не показать? Тем более, что я собирался готовить её соусом бешамель и соусом баланьес. И бешамель и баланьес я готовил, причём совсем недавно. Для того, чтобы вам не рыться на канале, баланьес здесь, бешамель здесь. Бешамель я вам показывал уже дважды вообще-то. Один раз совсем недавно, это крем-суп с шампиньонами, напомню вам. Если кто-то вдруг пропустил, загляните сюда. А второй раз это был со всеми подробностями бешамель, со всеми тонкостями. Всё вот прям чётко. Если кто-то не видел, заглядывайте сюда. Рыбная запеканка под соусом бешамель. Но в любом случае, для соуса очень важно не прогадать с густотой. Для разных блюд она разная нужна. Поэтому для сегодняшнего блюда, загляните в описание видео, там будут пропорции именно для сегодняшнего варианта. Ну что, приступим, пожалуй. Вот здесь у меня совершенно потрясающая рагу баланьеса. Я готовил его вчера. За ночь оно загустело. Застыло. Сейчас я его разогрел, иначе холодным его было бы не наложить. Прям топором груби. Настолько густое. А здесь бешамель, который я приготовил только что. Смотрите, какой густоты. Он очень ароматный и действительно вкусный. Потому что я предварительно ароматизировал молоко пряными травами. Это очень хороший способ добавить соусу вкуса. Не пренебрегайте им. Я ещё добавил в бешамель натертого сыра чеддер. Он имеет такой резкий вкус и аромат. Мне очень нравится. Давайте собирать лазанью. На дно немного рагу баланьеса и закрою листами. У меня готовые сухие. Я, честно говоря, не представляю, зачем бы стал сам листы лазанью раскатывать. Ну, если вам не лень, катайте. Немного бешамеля. Немного моцареллы. И натру пармезана. Вам я порекомендую использовать те сыры, которые нравятся. Главное, чтобы хотя бы один из них в лазане был мягким и хорошо плавился. А второй может быть более резким, с более ярким вкусом и потвёрже. И вот так слой за слоем всё собираем. Духовку я разогрел до 180 градусов. И всего ей выпекаться 35-40 минут. Накрывать фольгой очень важно. Моцарелла очень нежный сыр. В духовке быстро начинает кипеть. А при кипении теряет половину своей прелести. Да и поверхность лазани тоже норовит неравномерно подгореть и высохнуть. Духовки разные все. Пекут тоже по-разному. Поэтому мне удобнее под фольгой её довести практически до готовности. Потом включить верхний нагрев. Фольгу снять и минутки за 3-4 довести её до румяной корочки. Смотрите, что у меня есть. И что мы сейчас будем есть? Я обожаю итальянскую кухню. Очень вкусно, очень нажористо и очень просто. Самое главное в лазани, я считаю, это её сочность. И вот здесь, за счёт вот этого ароматнейшего, классного бешамеля, которого здесь много, за счёт вот этого замечательного соуса бланьес, который готовился из специального мяса, чистенького, а с большим количеством коллагена, здесь консистенция просто великолепная. Это очень хорошо. Ешьте, пробуйте, готовьте. Прекрасно. Вот и всё на сегодня. Надеюсь, понравилось. Мне очень. И вообще, это итальянская кухня без ума, признаться честно. Новые зрители, заглядывайте сюда. Здесь можно узнать, где ещё можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. Или заглядывайте в описании видео. Там тоже все ссылки на соцсети есть. Не забудьте подписаться на том дом, потеряйтесь и расстроитесь. Спасибо за лайки, спасибо за добрые пожелания, спасибо за критику. Спасибо тем, кто делает репосты. Это помогает каналу расти. Спасибо всем за компанию. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok